Всем привет! Начнём юмор и по традиции женской темы. Ира была очень стеснительной, поэтому всегда краснела, когда слышала фразу «а можно всех посмотреть». По толщине внука можно понять, насколько его любит бабушка. Артём склеил ласты, надел их и нырнул в глубокое озеро, поэтому потом он ещё раз склеил ласты. Монашка-вегетарианка не может ни рыбку съесть, ни... Ну, ничего она не может. Если хорошенько попросить собаку, натасканную на поиск наркотиков, она может достать бухла и проститута. Последнее, что помнит Егор перед реанимацией, это как случайно царапает машину Василия Веростюка. Костя не любил есть снег, но похмелье было сильнее его. Ходят слухи, что волосы на груди Стаса Михайлова сами расстёгивают верхнюю пуговицу его рубашки. Иван купил костюм гаишника для ролевых игр и на полпути домой отбил стоимость костюма. И смех, и грех. Вчера клоун подрался с батюшкой. Вахтёр женского общежития выполняет роль презерватива, только в более глобальном масштабе. В общем, девочки, давайте люби друг друга. Это был Макс Ляховецкий. Сейчас хотел бы задать вопрос не жюри, а вам, девочки. Девчонки, скажите откровенно, кто-нибудь из вас хотел сняться в откровенной фотосессии? Нет. Смелее, смелее, что нет. Кто? Смело. Ну что, журнал «Плейбой» я вам не обещаю, а для Максима подойдёте. Да, Макс? Да. Спасибо и тебе. Это был Макс Ляховецкий. Человек, который прошёл и Крым, и Рим, и «Контерстрайк» тоже прошёл. Макс, отличное выступление. Поздравляю. Слушай, скажи, у тебя вот все шутки попадают на сцену или есть, которые остаются в запасе? И почему они там остаются? Ну, есть, конечно. Ну, например, фраза «Я сейчас тебе дам» звучала бы не так угрожающе, если бы она не звучала в гей-клубе. Я понял, на второй вопрос можешь не отвечать. Макс Ляховецкий, город Лисичанск. Макс Ляховецкий.